Сегодня мы с вами продолжим тему различных животных в Торе и в Талмуде. И я хотел бы поговорить немножко про лисиц и муравьев. Это два основных героя множества притч. Лисица обычно, лис ассоциируется с каким-то хитрым очень животным, а муравей с тяжелоработающим, старательным работником. Так вот, что интересно, еврейская основная книга в Библии, занимающаяся притчами, это, конечно, притча Соломона, Мишлей, Мишлей Шлому. И там ни разу не упоминается лисица. А вот муравей упоминается именно в контексте, в котором мы бы ожидали, что говорится лентяю, иди посмотри на муравья, учись от муравья. А где в Танахе упоминается лисица? Есть три места в Танахе, где упоминается лисица в разных контекстах. В одном случае чисто практически использовал лисиц Шимшон. Вы знаете историю Шимшона, наверное, да? Самсон, это был человек, который фактически единоручно, как партизан, можно сказать, воевал против филистимлян. В его время евреи не заслужили открытого спасения, как было в другие времена, судьи. Это был период еще до того, как у нас был первый царь, период судьи, и описан в книге Судей, в книге Шофтин. И вот описывается один из практически последний судья Шимшон, но его даже судью это не назовешь в обычном смысле этого слова. Он в основном прикидывался, что он порвался еврейским народом и перешел на сторону филистимлян. Можно сравнить с разведчиком каким-то, шпионом, что он прикидывается, как будто он стал одним из филистимлян, женился на одной из женщин. Некоторые говорят, что он ее секретно перевел лудаизом, но, во всяком случае, он все это делал, чтобы не стали филистимляне мстить самим евреям. Ведь если они будут знать, что он все еще с евреями, то за каждого убитого филистимлянина они тогда смогут убивать, например, по тысячу евреев. Его единственный способ был, к сожалению, вот так вот еще Яков его предсказал в благословениях перед смертью, что из колена Дана выйдет вот такой спаситель, но очень сложная у него была жизнь, как сложная жизнь еврейского шпиона, допустим, израильского шпиона, который вынужден, например, прикидываться арабам и жить среди них, и жениться на одной из их женщин, чтобы давать нужную информацию для выживания целого народа. Так вот, в данном случае Шимшон жил среди филистимлян, и в одном из случаев он все время прикидывался человеком, у которого просто тяжелый характер, который на все реагирует неадекватно. И однажды он нашел способ поссориться с ними и привязал огонь к лисицам, куча лисиц, здесь сотни лисиц, и послал их и сжег поля филистимлян. Но филистимляне охотились исключительно за ним самим, а не за еврейским народом, потому что думали, что он все равно уже предал еврейский народ и к нам отношения не имеет. Вот такая вот сложная судьба. Вот это первый раз, когда упоминаются лисицы. Также лисицы упоминаются еще в двух местах. В «Песне песней» Широширим упоминаются лисицы. Там вообще вся песня песней, это своего рода «Машаль», это притча, говорят на любовь Всевышнего к нам и нас ко Всевышнему, как любовь между мужчиной и женщиной. Так вот, там в том числе говорится, возьмите лисиц маленьких, которые портят виноградники. Ну, не очень понятно, о чем точно речь. И объясняют некоторые, что здесь какой-то намек на египтян, что египтяне повели себя как лисы по отношению к нам, да, хитро, хитро нас пытались обмануть. Так как вся Широширим, это, наверное, основа на намеках и разные интерпретаторы по-разному интерпретируют, я сейчас вдаваться в это не буду. И, наконец, очень хорошо известный стих из «Эйхи», из «Плача Еремеи», где пророк сетует, что гора Сиона стала пустынной, по ней ходят лисицы. Да, что когда разрушен был храм, вообще-то Еремеяху это писал еще до разрушения храма, он уже писал о том, что будет, как будто произошло. Лисицы ходят на пустынных развалинах бывшего храма, представляете? Говорят, что в свое время наши мудрецы увидели это реально своими глазами, как такое происходило, и большинство заплакало, а Даби Акива, наоборот, усмехнулся, зная, что позже произойдут те пророчества, когда снова будет величие у еврейского народа и все будет отстроено. И хотя, как я сказал, лисица не используется в притчах Соломона, в тех притчах, которые у нас есть. Вообще-то у Соломона было очень много притч, как говорит сам Данах, сама Библия говорит, что у него было тысячи и тысячи разных притчей, поговорок, только какие-то из них он поместил, самые лучшие в эту книгу. И по многим мнениям, не все они еще от Шлома, есть там притчи других великих людей, но во всяком случае, там ни разу, как я сказал, не упоминается лисица, как мы бы ожидали, хитрое и мудрое, хитрое животное. Но в притчах более позднего, на время второго храма и позже, без сомнения, лисица упоминается. И вот говорится, что у Раби Мера были сотни разных притч про лисицу, хотя большинство из них не сохранилось, тому-то поприводит один пример. Еще про лисиц немало есть рассказов в разных мидрашах, но я уже вдаваться в это не буду. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывай наш канал.